Аварийная беседка. Родители детского сада номер 304 недовольны качеством игровой площадки для детей. По их словам, проблема возникла еще весной прошлого учебного года и не решена до сих пор. К весне беседка просто начала разваливаться. Она разъезжается, как уже потом смотрели специалисты. То есть изначально, когда ее ставили, ее не укрепили. Соответственно, под действием разных факторов, начал лопаться шифер. Он может упасть в любой момент, даже сейчас. То есть под действием ветра он может слететь на тех же детей. И с весны этот вопрос стоит открытый. В связи с данной ситуацией наши дети, к сожалению, не могут играть на этой площадке. Вынуждены играть на соседней площадке с другими детьми и контактировать, что запрещено по карантинным мерам. Инициативная группа родителей начала активно искать поддержку среди общественных деятелей. Ведь сумма на реконструкцию данной беседки оказалась немаленькой. Спустя пару месяцев помощь все-таки нашли. Мы где-то на протяжении двух месяцев начали пытаться обращаться к разным общественным деятелям. Куда возможно, в разные приемные. В принципе, ничего мы не получали. Буквально недавно, после обращения к Филиппу Минаеву, он согласился нам помочь. То есть откликнулся на нашу просьбу. По рассказам родителей, они предупредили руководство детского садика о том, что нашли поддержку со стороны. Ремонтные работы должны были начать 14 октября, как раз в выходной, чтобы деток не было на занятиях. Но все же за день до старта заведующая запретила проводить данные работы. Аргументируя это тем, что у них создан план на 2021 год, по которому будет проходить ремонт всех беседок на детских площадках. Ее слова подтвердила и Елена Буйневич, которая в соцсетях ответила одной из мам. Любопытно, что заведующая, вроде как осведомленная в планах на благоустройство учреждения, общаться с нашей съемочной группой не изъявила желание. Как бы комментарии не дают. Но все же аварийная беседка в детском саду – это проблема, которая требует немедленного решения. Поэтому небезразличные одесситы не собираются останавливаться. Конечно, мы не оставим эту ситуацию. Мы обязательно будем инициировать расследование этого факта. Почему? Потому что мы считаем, что это манипуляция действующих городских властей, так как они перед выборами боятся потерять свой рейтинг и не дают возможности обычным одесситам помочь детям. Напомним, совсем недавно, 15 октября, 4-летняя девочка получила перелом затылочной кости и сотрясение мозга именно после прогулки в детском саду, во время которой на игровой площадке ударилась головой.